шалом дорогие друзья с вами в студии люторевич дмитрий и мы продолжаем серию наших лекций имена в писаниях последний раз мы говорили с вами рассматривали различные буквы но сегодня мы перейдем к самим именам это следующая серия лекций о которых вы услышите и поймете что значили имена в древности почему было важно следить за именем и какое имя и каким образом человек его получал давайте начнем в древности люди они обращали большое внимание на значение имени на дарование имени почему это было важно для них чтобы это понять мы заглянем с вами и вернемся назад в книгу бытие и рассмотрим определенную картину которая была во время бытия когда бог создавал эту землю создавал адама но в общем хочу сказать что само имя дарование имени она определяла судьбу или предназначение человека в этом мире имя также определяла характер и личность самого человека поэтому в древности было важно понять и определиться какое имя выбрать для человека давайте мы рассмотрим с вами ту картину которая написана в бытие если вы помните в начале бог сотворил небо и землю он создал облака звезды создал всю природу впоследствии бог создает животных а также потом создает человека и в первой главе бытие мы об этом обо всем читаем ну об этом обо всем написано в общем во второй главе мы видим как по порядку бог все это делал если мы посмотрим то здесь написано следующая вещь я хочу прочитать из 2 главы с 7 стиха и создал господь бог человека из праха земного и в дунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою эти важные стихи на которые о которых мы потом поговорим попозже и насадил господь бог рай в эдеме на востоке поместил там человека которого создал произрастил господь из земли всякое дерево приятное на вид и хорошая для пищи и дерево жизни посреди рая дерево познания добра и зла дальше мы читаем что господь создал несколько рек которые выходили и потом бог создает также животных об этом написано с 15 стиха что взял господь бог человека которого создал и поселил его в саду эдемском чтобы возделывать его и хранить его и заповедовал господь бог человеку говоря чтобы он ел от всякого дерева от познания добра и зла не ел и вот господь говорит что не хорошо быть человеку одному и он пытается создать ему помощника и для этого он создает животных здесь так написано господь бог в 19 стихе образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их человеку чтобы видеть как он назовет их и чтобы как наречет человек всякую душу живую так и было имя ей и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым но для человека не нашлось помощника подобного ему и вот мы здесь видим определенную картину господь создал человека из земли но также здесь написано что и всех животных он тоже создает от земли из земли но между ними есть определенная разница если вы посмотрите все животные они были созданы начали написано всего лишь словом божьим и земли он их создал но человек он работал над ним и написано что тот стих который я зачитал раньше 7 стих что бог создал его из праха земного земного и вдунул в лицо его дыхание жизни только после того как бог вдыхает в него свое дыхание человек становится душою живую про животных тоже написано что они душа живая на иврите это словосочетание звучит как нефиш хая человек он нефиш хая душа живая про животных написано что они тоже нефиш хая душа живая но то что отличало между ними это было дыхание которое вдохнул бог и вот это вот дыхание на иврите называется нишама очень часто мы на русском когда говорим об этом мы подразумеваем душу что-то что живет вечно но в иврите душа и вот это вот нишама они немного отличаются есть нефиш то что называется тоже душа есть нишама это божье дыхание которым вдыхает и между ними есть определенная разница благодаря вот этому вот дыханию человек стал душою живую почему я говорю об этом дыхание почему я говорю о слова нишама потому что имя она напрямую связано с душою человека с его вот этим вот божественным дыханием которым вдыхает в каждую плоть если вы посмотрите на экран вы можете увидеть здесь как пишется это слово нишама первая буква этого слова это буква ну она символизирует что-то небесное и последняя буква это буква гэй это символизирует что-то земное и между ними идет связь связь двумя буквами которая называется шем шем это значит имя как мы уже сказали имя она определяла судьбу человека то дыхание но напрямую была связана с душою человеческой поэтому имя она определяет для чего человек приходит в этот мир она связана с его душою она связана с тем чтобы показать предназначение человека на этой земле нишама ну что-то небесное и что-то земное и имя человека она определяет как он исполнит вот эту вот роль в свой в этой жизни чтобы понять как имена давались в древности мы рассмотрим такое выражение которое на иврите называется медраж шем я думаю что многие из вас слышали слово медраж может в каких-то лекциях упоминалось медраж это толкование или объяснение чего-либо когда мы говорим медраж шем то естественно мы говорим объяснение или толкование имени мы говорим о том медраж шем это значит объяснение истоков происхождения определенного имени или его значения это может быть лично имя человека может быть имя определенного места и существует несколько и таких вот объяснений медражей шем есть два вида первое из них первое из них это когда идет объяснение и она говорит о корне самого слова то есть связь она идет языковая давайте рассмотрим определенный пример откроем книгу бытие 25 глава 26 стих здесь речь идет о иакове 25 глава 26 стих здесь написано потом вышел брат его держась рукой свою запяту и сава и надеречено ему имя яков и сак же был 60 лет когда они родились а три веки но и вне на русском языке мы не всегда видим вот эту вот языковую связь но имя яков она происходит от слова а кев один и тот же корень а кев это значит пятка то есть здесь мы как раз прочитали что он держался за пятку и сава поэтому имя ему было дано яков от того же корня а кев другая возможность как толковалась имя это было не обязательно корневая связь оно могло быть схоже по звучанию какому-либо слову и тогда таким образом имя получала или входило в дверь в действие например в книге бытие в книге бытие в четвертой главе мы читаем о рождении каина здесь написано что адам познал его жену свою и она зачала и родила каина и сказала приобрела я человека от господа то есть на иврите то звучит таким образом хочу чтобы вы просто послушали как это звучит и увидели определенную звуковую связь в эти ледит каин в этом арка нити лишь это дунай то есть она родила каина и гидка нити лишь это дунай то есть каните это приобрела корень у этих слов каин и каните он не одинаковый он разный но по звуку они очень схожи и поэтому вот такое вот объяснение сама хава ева дает своему сыну то что очень было схоже по звуку другой пример мы можем увидеть имени шмуэль шмуэль написано что в эти кра это я хочу прочитать из и из книги первое царств 20 1 глава 20 стих 20 глава и первая глава извиняюсь 20 стих через несколько времени зачала она и родила сына и дала имя ему самуил на иврите это звучит как шмуэль ибо говорила она у господа бога цивоота я и спросила его то есть шмуэль это имя как оно звучит на иврите и спросила у бога она звучит как ша шааль тив шааль тив то есть есть определенная звуковая связь имени шмуэль и шаль тив и это как раз то объяснение которое здесь мы видим сама она дает своему сыну значение его имени то есть имена они могли даваться по определенному принципу как я уже сказал то есть была либо корневая связь либо по звуку но каким образом она давалась и в какие моменты это происходило мы можем увидеть несколько выделить таких пунктов первое это могло быть определенное либо события в жизни человека и соответственно тому что с ним случилось он отдавал имя своему ребенку приведу определенный пример имя ицхак или исак как она звучит на русском бытие написано что когда господь говорил с авраамом и он сказал что его жена родит то есть это перед тем как пришли к нему ангелы он сначала говорил один на один с авраамом он сказал что от тебя произойдет сын и сара она родит и аврааму стало смешно и он засмеялся авраам засмеялся первый он сказал как я могу родить как от сары может родиться сын и бог сказал да это действительно исполнил исполнится и ты назовешь своего сына и цхак и цхак это значит смеющийся или тот кто смеется это как раз было из-за того что авраам засмеялся то что он усомнился в божьем обетовании поэтому это было определенное событие и соответственно этому событию получаю ицхак свое имя другое событие оно могло говорить о предназначении человека в этом мире например слово и шо то есть иисус на русском она говорила о том для какой цели он приходит в этот мир если вы помните когда ангел пришел к мирьям к марии он сказал что и ты родишь сына и наречешь ему имя и шо потому что он спасет людей от грехов их и шо это значит спасение спасение от грехов в этом мире который существует это было предназначение еще для которого он пришел в этот мир чтобы искупить нас чтобы взять на себя наши грехи и приблизить таким образом нас к богу это было предназначение человека еще как давалось имя оно могло означать перемену в жизни человека например имя ним род был такой человека который мы также читаем в книге бытие и его имя но означает взбунтуемся то есть это глагол который говорит давайте мы взбунтуемся и как раз ним род это был тот который стал строить вавилон стал строить ниневию города в которых очень сильно было развито идолопоклонство скорее всего это не было его изначальное имя и это имя он получил только впоследствии она говорила его намерениях а его характере о том что он производил в своей жизни то есть может быть это имя дали ему люди видят то что он делает давайте взбунтуемся это еще один принцип по которому давались имена например слова муж и имя муж и но дано так и написано потому что вытащили его из воды машите в мя май из-за того что то что случилось еще один принцип дарования имени он говорил о характере самого человека то есть как мы уже сказали начале он могло определять судьбу но также имя могло определить характер человека это пример очень хорошо мы видим в первое в первом царстве в двадцать пятой главе здесь речь идет о вигей или а вигаэль как ее зовут на русском и ее мужа то есть тот момент когда она говорит с давидом о своем муже который не согласился принять посланников давида и в двадцать пятом стихе двадцать пятой главе написано пусть господин мой не обращает внимание на этого злого человека на навала ибо каково имя его таков и он навал имя его и безумие его с ним здесь на русском и видим полную писать полное описание имени этого человека на вал наваль на иврите это как разная значит не просто злой человек не просто безумный человек это больше даже относится иногда как можно сказать падаль и что-то очень очень плохое с очень плохим характером человек и вот имя его мы видим как не просто было дано ему она полностью определяла его характер его поведение таким образом мы с вами увидели несколько примеров как давались имена хочу заметить еще одну вещь что иногда в одном и том же тексте или в разных текстах мы можем видеть что мы сразу мы можем видеть одно и то же имя как она описывается и через корневую его связь и также через связь по звуку например имя иосиф иосиф его мать сама говорит ему что с одной стороны я его родила потому что бог добавит мне еще сына и добавит это звучит как асав или мусив мы видим здесь звуковую связь с другой стороны имя иосиф также его мать говорит потому что господь забрал поругание мое то есть асав и здесь мы видим тоже звуковую связь то есть иосиф это по корню один и тот же корень я извиняюсь а асав это корень другой но очень похоже по звуку то есть два сразу определение имени еще очень важно сказать что иногда имена в писании они явно были определены толкование объяснения для этих имен но есть то что называется скрытая скрытое объяснение это такое объяснение когда мы не видим напрямую толкование или объяснение имени но она немного скрыта каким образом например про рахель сказано что когда я яков встретил она посла овец и имя рахель она также означает молодая овца молодая овечка то здесь то что она делала и ее имя она каким-то образом как раз символизировала ее работу ее занятность постоянной жизни день день другое место мы видим про гидеона думаю многие читали эту историю и нет объяснения полностью его имени откуда оно взялось но написано что он вырубил дерево которому поклонялись а старте и это дерево стояла во дворе его отца и вот там используется слово карат это значит вырубить это слово она противоположное слову противоположная корню его имени гидеон то есть то что значит года садить таким образом мы можем понять скрытно немножко скрытно что значило имя гидеон и откуда оно взялось я рад что вы были с нами это наш первый урок о именах и в следующий раз мы в следующем уроке мы рассмотрим с вами что значило и почему было важно тот кто давал имя каким образом она имела значение и какое значение это имело поэтому будьте с нами и до следующей встречи всего доброго и и